Здравствуйте! Это новости на канале Антенна 7. Я Денис Ионос. Смотрите сегодня. За базар ответят. Почему люди поддерживают нелегальных торговцев? И что им грозит? Зачистка от рекламы. Должна быть вообще культура во всём. Вот это излишняя реклама, которая везде по городу. Почему предприниматели игнорируют закон? Возвышение. Поднимал колокола первый раз. Ну, ответственность, конечно, всегда она была и есть. Когда состоится презентация Воскресенского собора? А также 300 лет в металле? Или сколько стоит юбилейная монета? Сегодня на стихийный рынок в Кировском округе нагрянула полиция и представители администрации. Бабушкам объяснили, что их торговля противозаконна. Административный кодекс Омской области запрещает работу продавцов в необорудованных для этого местах. Появление проверяющих вызвало бурю эмоций. Нарушители утверждали, что больше им идти некуда. Покупатели поддерживали нелегалов, ведь у них дешевле. Наш корреспондент Анастасия Лаврова наблюдала. А мне со специализированного места утром выгнали. Мне со специализированного места утром не пустили. А те эмоции утром там были. А сейчас уже истерика. При виде проверяющих истерика случилась у Григория. Он торгует рыбой с Дальнего Востока. Товар, говорит, свежий и стоит дешевле, чем в магазинах. В подтверждение очередь покупатели не смущают люди в форме и с телекамерами. «Прошу, молодой человек, уступи, пожалуйста, бабушке. Я старенькая. Пожалуйста. Он подберет такой кусочек, что меня устроит. Я куплю по цене. Какая меня устроит?» «А вас не смущает, что мужчина работает без перчаток, рыба на полу лежит?» «Я? Не смущает меня. Я раньше работала на мясокомбинатах бывала везде. Там крысы ползали вот так вот везде. Я видела их сама. И ничего, все нормально». Пока специалисты Россельхознадзора составляют в отношении Григория протокол, он продолжает горячо доказывать, что больше торговать ему негде. На губернской ярмарке предоставить место ему отказались, вот и пришлось встать на обочину. Продукт, скоропортящийся, подлежит немедленной реализации. «Вы приехали на ярмарку и нас оттуда выгнали. Я директору говорю, дайте мне на бумажке. Почему? Или давайте я напишу, вот в вашем присутствии, что вы меня не пустили на рынок. А вы просто решили, она говорит, нет. И вызвала вас. Причина скандала. Рыба обалденная, цена гуманная, люди довольны. Все надо. Электорат. Выбор на носу». «Вы понимаете, что в таких условиях нельзя? 20 градусов на улице?» «Да у меня ревка, весь рев-фрезератор. Сунь градусник, ты ее не расколешь. У меня рев-фрезератор, ты не видишь? Это холодильник на колесах». «Давайте на вы будем, а? Хорошо?» «Да ну ты уже бредничаешься, для погона ночью куда я уже разбирайся. Рев-фрезератор, ты ее не расколешь. «Вы не понимаете, что торговать нельзя вообще?» «Так а я здесь и не собирался торговать. Я приехал на ярмарку, я тебе объясняю, ты глухой х*** ты. Я говорю, приехал на ярмарку». «Он на ярмарку не заявлялся, есть определенная процедура для участников ярмарки. То есть они должны обратиться в Министерство сельского хозяйства, представить соответствующие заявки, документы, после чего Министерство сельского хозяйства направляет их на рынок, эти заявки, список участников ярмарки, и он встает на торговое место. Данный человек нигде не заявлялся, документы нигде не предоставлял. И, соответственно, естественно, узная, что здесь идет еженедельная торговля, он, соответственно, захотел встать». Без документов и заявки хотят продать свой товар, и эти женщины, увидев людей в форме, они спешат покинуть стихийные ряды. Буквально через 100 метров работает легальный рынок. Цена вопроса от 15 до 20 рублей за место в день. Однако эта женщина уверена, зачем платить, если можно торговать бесплатно. «Все у них куплено на этом рынке, там без денег делать нечего. 15 рублей. 15 рублей, а для деревни 15 рублей тоже деньги. Зарплата 2 тысячи в деревне, понимаете? А детей одевать надо скоро в школе». «Но вы понимаете, что вы нарушаете закон?» «Нет, мы ничего не нарушаем. Вот пусть они разбирают тех, кто миллионами, миллиардами грабит. Вот те вот нарушают закон, а мы не нарушаем закон. Мы зарабатываем себе на жизни, чтобы прокормить своих детей и свою семью. То есть завтра вы придете торговать сюда?» «Пойдем снова». Тем, кто нарушил закон, а именно торгует стихийно, придется заплатить. Новички отделаются предупреждением. Повторно попавшиеся выложат тысячу рублей. Максимальная сумма штрафа составит пять тысяч рублей. Сегодня чиновники предлагают продавцам два вида торговли. Губернская ярмарка, которая требует согласования с Минсельхозом. И места на муниципальных рынках. Таких в Омске четыре. Их заполняемость 85 процентов. А значит, места есть. «Здесь очень удобно. 20 рублей выплатить за место. Крыша от головы, и от солнца, и от дождей. А там же дорога проходит, пыль, грязь». Для борьбы со стихийной торговлей администрация торгового центра установила вот такие ограждения. Однако и это не мешает продавцам-нелегалам продолжать работу. В отношении всех, кто не успел убежать, составили протоколы. С начала этого года административному наказанию подверглись более 300 человек. Чистка рынков от нелегалов в мероприятии регулярные, проходит каждую неделю. Однако торговцы, не стесняясь полицейских, приглашают своих постоянных клиентов на завтра. Спрос рождает предложение, а выручка покрывает штрафы. «Девочки, жду вас всех завтра. Сегодня я разберусь с ними. Завтра всех вас жду на этом месте в 7 утра». Анастасия Лаврова, Артем Колесников, Антенна 7. Сегодня в городе прошел еще один рейд. Небольшие рекламные штендеры у магазинов на тротуарах установлены буквально на каждом шагу. Вообще-то запрет на них наложили депутаты Омского городского совета еще два года назад. Однако меньше на улицах их не стало. Почему предприниматели игнорируют закон, узнала Ксения Тойчкина. «Вы не сказали, что он сказал. Вот офицер полищестый, я понимаю. Ну вот другой же принесли. Нет, подождите. Тогда мы вам за непоявновение сотрудника полиции, я обязан составить административный пункт. Мы его изымаем». На защиту своей собственности предприниматели встают горой. Кому помешали их рекламные конструкции, не понимают. Уверяют о том, что их установка вообще вне закона, слышат впервые. «Штендер, наверное, месяц-полтора, два». «Вам приходили уже, говорили, что это противозаконно?» «Нет, говорили, что приходили, я слышал до этого, что вроде как будут жаловаться. А чтобы его убирать, нет, они так стояли, так и стоят». «То есть вам не говорили, что его нужно убрать?» «Вы не знаете ничего, никакой информации о штендере?» «Нет». «Но вы знаете, что он установлен незаконно?» «Незнание закона не освобождает от ответственности, заявляют инспекторы. Демонтировать штендер все-таки придется. И не самому предпринимателю, а представителям администрации. Двухлетний опыт, а именно столько времени прошло со дня принятия запрещающего закона, показал, доверять это бизнесменам бесполезно. «До этого мы неоднократно предупреждали предпринимателей о том, что размещение данных штендеров является незаконным. Но, как показывает практика, это их не останавливает. И через день, через два люди вновь выносят эти штендеры на прежние места». Пока инспекторы активно демонтируют рекламные конструкции, одну за другой складируют в припаркованный грузовой фургон, предприниматели с другой стороны улицы поспешили спрятать свои. Так, к примеру, поступили сотрудники этого салона оптики. «А почему убрали штендер? Вы думали, что штендера забирают? Ну, потому что, да, 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 да. Однако, как выяснилось, мера – это бесполезно. Спрятанный в подсобку штендер пришлось отдать. Результат сегодняшнего рейда – 32 демонтированных конструкции отправят на штрафстоянку в Управление дорожного хозяйства и благоустройства. Вернуть свое имущество предприниматель, конечно, может. Достаточно обратиться в администрацию по месту регистрации торговой точки, предоставить документы на конструкцию. Сотрудники составят протокол об административном правонарушении, по которому придется выплатить штраф. Самый маленький – для физических лиц – от 1 до 5 тысяч рублей. Для частных предпринимателей сумма посерьезнее – от 5 до 20 тысяч рублей. Максимальная санкция для юрлиц – от 25 до 100 тысяч рублей. Возможно, именно поэтому возвращают свое имущество единицы. Таких случаев очень мало. Потому что штрафные санкции все-таки весомые, и поэтому им легче расстаться. По мнению депутатов, рекламные конструкции на тротуарах мешают прохожим, особенно людям с ограниченными возможностями. Инспектор Денис Иванов подтверждает, именно эта категория населения чаще всего обращается с жалобами в администрацию. Потому что, проходя вот такие лабиринты, проходить такие лабиринты, скажем так, зачастую предприниматели выставляют их и посередине, и, скажем так, перекрывая весь тротуар, зачастую бывают случаи. Им очень сложно перемещаться, им приходится подвергать свою жизнь, обещая эти штендеры даже по проезжей части. Справедливости ради стоит отметить, что за все время рейда на тротуарах мы не встретили ни одного инвалида-колясочника. А вот прохожих предостаточно. Интересуемся их мнением. Мне вообще ничего не мешает, лично мне вообще ничего не мешает. А уж, может, кому-то и мешает. Ну, нет, не мешает. А чем не мешает? Город обновится, все станет по-новому. Должна быть вообще культура во всем. Вот эта излишняя реклама, которая везде по городу, особенно какая она была на улице Ленина, мы все это знаем. Все должно быть, как говорится, согласовано с дизайнерами города. Они должны политику эту делать. Они, как говорится, предприниматели. Стационарным рекламным конструкциям не место на городских улицах. Это закреплено законом. Однако некоторые предприниматели уже нашли пути его обхода. Превратили их в мобильные. К ним пока вопросов у представителей власти нет. Хотя, возможно, они вскоре появятся. Из-за активного демонтажа таких промоутеров вполне может стать больше. Рейды будут проходить по всему городу до тех пор, пока все штендеры не будут демонтированы. Поэтому совет предпринимателям убрать их самостоятельно, не доводя до штрафных санкций. Ксения Тойчкина и Александр Филиппов. Антенна 7. Сегодня стало известно, что последствия непогоды будут устранять еще несколько дней. Это касается поврежденных трамвайных путей в Амурском поселке. Напомню, в среду вечером трехминутный шквалистый ветер с дождем обрушился на город. Серьезнее всего стихия ударила по центральному округу. Так ветка тополя влетела в трамвай. Пострадал мужчина. Повреждена контактная сеть и трамвайные пути. Работы по капитальному ремонту хотели начать сегодня и закончить только к вечеру понедельника. Но из-за непогоды ремонт пока отменили. Сегодня на строительной площадке Воскресенского собора прошло важное событие – освящение и поднятие куполов. Репортаж Евгения Нефанова. Слава Отцу и Сыну и Святому Дупы ныне, пресно и вовеки веков, аминь. Любое событие в жизни православного человека начинается с благословения. А уж установка куполов – особое действие. Поэтому прямо на строительной площадке Воскресенского собора проходит богослужение. По просьбе председателя Попечительского совета Леонида Полежаева из благословения митрополита Омского и Таврического Владимира. Оно как раз место, чтобы осветить и украсить главками и крестом, как символом победы над злом. Украсить этот прекраснейший собор Воскресенский, который восстановлен здесь, на этом месте. Ольга Панина прилетела из Москвы в Омск по делам и специально приехала на освящение куполов. Она знает, что в прошлом здесь крестили художника Михаила Врубеля. Здесь молился будущий всероссийский император Николай II. Сюда приходил писатель Федор Достоевский. Лидер Союза матерей России с искренней радостью встретила новость о восстановлении Воскресенского собора. Наш долг и наша обязанность святая хранить, то, что было создано нашими предками, нашими отцами, праотцами. Поэтому я считаю, что это такое светлое событие. Событие – это важно для нас, для наших детей, для наших внуков, для вообще нашей земли. Воскресенский собор строят всем миром. Это вклад многих известных меценатов и простых жителей. Кто-то перечисляет деньги, а кто-то вкладывает силы. Известный строитель Валерий Кокорин подарил храму кресты и купола. Красивейшие купола талантливых мастеров компании АСК уже украшают главный собор Омска, Успенский. И вот теперь они вознесутся над Воскресенским военным собором. Купол церкви – это главная ее гордость. Эту часть сооружения издревле называют христианским символом божественного неба. Все шесть малых куполов специалисты покрыли позолотой. А форма луковицы, в которой они выполнены, символизирует пламя свечи. Сегодня храм украсил первый малый купол. Остальные установят в течение недели. Начальник участка Вадим Давыдов переживает события с особым трепетом. До этого он строил только дома. Поднимал колокола первый раз. Ответственность, конечно, всегда она была и есть. Не зависит от чего. Что это строим, дом или храм? Здесь фонари и лавочки ждут из Тобольска. Гранит из Екатеринбурга, двери из Подмосковья. Все работы в самом разгаре. И ко дню города собор смогут увидеть все желающие. Прямо перед входом на большой площадке состоится его презентация. Здесь светильники должны быть, еще лавочки. Мы чуть-чуть задержимся. И вот здесь, естественно, отделочная работа будет проходить. Здесь будет гранит. В подвальном помещении тоже работа будет есть еще. 5 августа, как мы и обещали, и попечительский совет, и я лично, что наши жильцы услышат колокольную звонку. А после Дня города строители продолжат трудиться над внутренним убранством собора. Евгений Нефанов, Сергей Гаврилов, Антенна 7. А теперь поговорим о более приземленных вещах. Сегодня в Омске презентовали монету, посвященную 300-летию. Несмотря на номинал, в 3 рубля стоит она 3000 рублей. Монета выполнена из серебра 925-й пробы. Тираж юбилейной монеты 3000 штук. На лицевой стороне монеты Аверси имеется рельефное изображение государственного герба Российской Федерации и обозначенные надписи. Российская Федерация, Банк России. Указан номинал монеты 3 рубля и дата 2016 год. На оборотной стороне, реверс, расположены рельефные изображения Омского государственного академического театра драмы и Успенского кафедрального собора. Для презентации устроили пресс-конференцию. Часть монет подарят гостям города в памяти о праздновании 300-летия Омска, но основной тираж поступит в обращение и будет распространяться по территории России и за рубежом. Купить юбилейную 3 рублевку можно в банковских организациях. Монетой можно и расплатиться в магазине, но примут ее по номиналу. Монета удалась, но на мой взгляд она удалась, то она понравится и соответственно будет спрос. Мы его не активизируем, мы специально его не генерим. На мой взгляд, субъективно, монета красивая. Я себе точно оставлю. Вся три студии «Любовь Ермолаевой» закрыли 25-й сезон. Юбилейный год запомнился зрителям и самим артистам большим количеством премьер. Их шесть. За счет чего получилось много новых спектаклей, что изменилось в жизни театра и планы на будущее узнала Светлана Урванцева. Татьяна Марошенкова с Таисией ходит в театр студии Ермолаевой всего раз в год. Просто чаще приезжать с Алтая в родной город не получается. Ну, когда можно возвращаешься? Студия в 25-м сезоне стала домом и для Натальи Корляковой. Она новый художественный руководитель, которого искали более полутора лет на замену ушедшей жизни Любови Ермолаевой. Наталья Корлякова до этого 25 лет работала в театре для детей и юношества города Сиверск Томска области. Хорошо то, что мы нашли общий язык и с руководством театра, и с труппой. У нас появилась хорошая творческая команда. И, наверное, может быть, благодаря этому мы осилили шесть премьер в этом году. Ну, во-первых, у нас будет классика. Мы поставим «Лопа де Вега». У нас, в общем, будет спектакль. Но он будет... Ставить его будет Игорь Малахов, режиссер и актер нашего театра. Он будет очень современно звучать. Там очень интересная концепция. Вот. Потом мы берем в работу раннего «Колиду» пьесы американского драматурга Чарльза Мори. «Малаган» называется. Мы почти открыватели этой пьесы. Она идет в четырех театрах России. Закрытие решили отметить Капустникам. Артисты показывают отрывки из лучших номеров сезона. Например, спектакль «Тарелкин» – жестокости и хитрости власти. Отметили лучших актеров. Вместо «Оскара» – премия «Удача сезона». На следующий год в студии Любови Ирмалаевой тоже запланировано шесть премьер. Многие поставит новый художественный руководитель. Конечно, новая струя – это свежая струя. Артисты, несмотря на то, что артисты знают ее давно, она уже как приезжий режиссер делала у нас несколько постановок. Но, тем не менее, теперь она наша. Ну и кроме этого у нас в коллективе есть еще два режиссера – Игорь Малахов и Виталий Романов. Ну и все хотят ставить. В 26 сезоне в репертуаре будут и детские спектакли. Возможно, даже для самых маленьких – грудничков. Сейчас в театре очень популярен жанр – бэби-лаборатория. Светлана Урванцева, Александр Филиппов, «Антенна-7». В конце выпуска о погоде и в субботу, и в воскресенье возможны дожди. Но вот жары точно не будет. Температура на выходных днем не выше 25 градусов тепла, а ночью и вовсе около 20. Пасмурной будет и вся следующая неделя. На этом я с вами прощаюсь и желаю хороших выходных. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова